Добрый вечер, меня зовут Евгения Порушина, я психолог, коуч, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Сегодня со студентами в 19.00 анализируем фильмы «Револьвер» и основными мыслями хочу поделиться для размышлений. Я про работу психолога, а именно про путаницу. Например, рядом с клиентом мы можем также чувствовать путаницу, когда мы смотрим фильмы «Револьвер», там мы можем тоже почувствовать путаницу какую-то. Когда к нам приходит клиент в терапию, мы также можем чувствовать какую-то путаницу. О чём это? Где-то клиент запутывается в своих историях, происходит слияние внешнего и внутреннего границы, нет, непонятно. Например, это муж, тиран, скотина, или у клиента внутри такой образ, так клиент видит мужа, клиентка, например. То есть есть путаница. И когда в терапии мы собираем эти смыслы, происходит исцеление, то есть там, где травма, там хаос, неопределённость, путаница, непонятно. Когда происходит исцеление травмы, тогда наступает ясность, структура. И когда клиент что-то рассказывает, и это всё ясно, структурно, по полочкам, это легко выдержать. А когда есть путаница, хаос, передаёт клиент нам, чтобы это выдержать, должны быть хорошие навыки. И наша профессиональная задача — это выдерживать, понимать, что за этой путаницей со временем, за счёт терапии, появится смысл, структура, ясность. Но да, это очень непросто — выдерживать эту путаницу, когда непонятно внутри, это и снаружи. Так, о чём ещё хотела сказать? Вот про фильм «Револьвер» — там много психотических состояний. Вот эти сцены, где руки отрывают, гвозди забивают в руку и так далее. Это всё про психотические эпизоды. Если клиент приносит такие сны, это также о психотических состояниях. И когда есть какая-то путаница в рассказах, в историях клиента, это также какие-то психотические провалы. Надо это выдерживать. И, конечно, нужны хорошие навыки. Для этого в школе и тренируем роли психолога-клиента-супервизора, чтобы укреплять свой психологический контейнер. Когда у нас крепкий контейнер, мы можем это выдерживать, хаос, неопределённость, вот эти психотические провалы клиента. И за счёт этого у человека качественно что-то меняется в жизни. В школе, например, четвёртую неделю студенты изучают лекции по эмоциональной травме. И какой может быть контрперенос рядом с клиентом? В один момент у нас, как у психологов, может появиться желание бросить клиента. Это бессознательная провокация, на неё поддаваться не надо, мы выдерживаем. Клиента понимаем, что это терапевтично для клиента. Хотя да, это непросто выдерживать вот эти психотические провалы, когда путаница, ничего непонятно, не ясно. Так, ну тут немного о чём можно сказать. Главное скажу, что есть такая фраза, да, «Величайший враг прячется там, где мы его меньше всего ожидаем». Такая есть фраза, в фильме хорошая. На чём хочу заострить своё внимание. Есть переносимые, как будто бы состояния, и есть непереносимые. И это про навык контрпереноса. Мы с клиентом, когда ведём терапию, мы отслеживаем, что мы чувствуем. Чувствуем свой контрперенос, бессознательное состояние нам передаёт клиент, и задаём себе вопрос, о чём это, про клиента, и про ту проблему, с которой он пришёл. То есть как будто бы что-то для человека переносимое. Но на самом деле вот то, что он нам передаёт, вот это надо выдерживать. И за счёт этого начнутся какие-то квантовые перемены в жизни человека. То есть есть то чувство, от которого человек убегает. А задача номер один — увидеть этого настоящего врага, это состояние выдерживать, и тогда будут позитивные перемены в жизни. Я на открытом занятии приводила пример. Например, женщина приходит в магазин, хочет купить две пары колготок. Тут подходит продавщица, говорит, а у нас ещё новое платье, что-то ещё. Может быть, посмотрите. И у девушки внутри включается разводка комплекса. Если словами из фильма «Револьвер» — «А, ты что, такая бедная, не можешь позволить себе что-то ещё купить? Ты только за колготками пришла?» И то есть какой-то голос внутри включается, и женщина, чтобы не чувствовать себя какой-то не такой… Тут разные слова, символы можно придумать. И чтобы не чувствовать этого врага, это состояние, женщина быстро делает компульсивно много покупок, например, хотя планировала только купить колготки. То есть вот это как будто бы состояние непереносимое, и чтобы его не чувствовать, она от него убегает, и раз — быстро что-то соглашается на что-то, на что она сама не хотела, не планировала. И когда, конечно, в терапии мы осознаём все сценарии, осознаём в деталях, в мелочах, что происходит, почему так случилось, что она компульсивно сделала то, что не планировала, тогда со временем вот это как будто бы непереносимое состояние, оно станет переносимым, и женщина начнёт его выдерживать, и более осознанно, например, делать покупки. Если такой гипотетический пример, коротко поделилась, также есть много о чём размышлять. Если у вас будут вопросы, размышления, комментарии, пишите внизу под видео. Рада вас видеть в школе и сделала такую услугу, что можете начать обучение в любой день после оплаты. Да, новая группа официально стартует с 1 сентября, но если сегодня вы хотите присоединиться после оплаты, высылаю вам доступ к закрытым материалам курса, добавляю вас в кайп-чат, задаёте вопросы и так далее. То есть за это время можете уже изучать лекционные материалы, задавать вопросы, буду открывать доступ к видео и так далее. Материалов очень много, достаточно. Старт 1 сентября, но если группа сформируется, 10 человек пораньше, тогда раньше начнём, а так с 1 сентября именно групповые практики пойдут, но до этого можете изучать материалы в записи, также лекционные материалы и получать от меня обратную связь в скайп-чате. Такое сделала. Профильм «Посмотрите» хорошо показывает разводку комплекса, когда мы верим также каким-то голосам, «Ой, я жертва, жертва» или «Так, иди, защищай границы». То есть выход из этого комплекса, травмы, сценария – это какая-то третья позиция. Если коротко что-то непонятно, есть вопросы и размышления, пишите внизу под видео. Рада вас видеть в школе и всем хорошего вечера!